Здравствуйте! В студии Татьяна Голубева. Многодетные мамы – особая категория женщин. Они с головой погружены в развитие и воспитание детей. О себе и думать некогда, забывают мамы и о своем здоровье. Как раз для них, для многодетных мам края, был организован проект по диспансеризации, как и где можно пройти обследование. Об этом поговорим с гостем нашей студии, Светланой Литвиновой, председателем Краевой общественной организации «Много деток. Хорошо». Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Татьяна. Светлана, кому пришла идея организовать этот проект? Ну, я, конечно, скромный человек, но совсем не скромно скажу. Мне эта идея пришла. Мы были на одном из совещаний у заместителя губернатора и как раз говорили о демографической политике. Отчитывался министр здравоохранения о тех возможностях, которые есть для населения, в том числе и для детей. И ни слова не было сказано о мамах. И мне как-то стало вот зацепило, обидно стало. А мама? Мама многодетная. Обделенный человек получился. Да, обделенный человек получился. И я предложила сразу же на этом совещании, не откладывая в долгий ящик, а давайте мам. Наверняка же этот проект возник не просто так. Он не просто так возник, потому что у мам постоянно в наших сообществах, чатах, которыми они очень активно пользуются. Возникает вопрос о невозможности попасть к узким специалистам. То талона нет, то времени нет. У нас в поликлинике достаточно часто бывает записаться невозможно, если в 5 утра не пришел. Может быть даже и возможно, но маме надо в 5-6 утра из дома выйти, а в это время и детей надо в школу собирать, в детские сады отправлять. Ну а есть и малыши совсем, да? Есть и груднички, да. Поэтому вот такая проблема постоянно, время от времени, как волна. Одна начинает, вторая подхватывает. И я вижу, что эта тема очень актуальна для них. Поэтому сам собой возник этот вопрос. А в чем суть этого проекта? Ну самое главное, мне кажется, в охране любого здоровья это выявление на ранней стадии каких-то сложностей, каких-то заболеваний. А мама, которая годами не ходит, не обследуется, естественно, она может прокараулить этот момент. Ну какое-то серьезное заболевание может быть, да? Какое-то серьезное заболевание. Мы решили, что на первом этапе, я планирую, и министерство меня поддерживает, министерство здравоохранения, что это только первая ступенька к нашему сотрудничеству. Первый этап проекта. Сначала мы их всех обследуем. Мы их отправили в Центр профилактики здоровья, который у нас находится на Ползуново 23. И любой житель Алтайского края может туда прийти и получить обследование. А вот смотрите, следующий как раз был мой вопрос именно про обследование. Какие конкретно обследования могут пройти многодетные мамы? И в одном ли вот этом Центре профилактики или где-то еще? В Центре профилактики проходится очень много обследований. Это и глаза, это и стоматолог, это и различные показатели физического здоровья. Там много-много показателей. И все на современнейшем оборудовании. И дыхание, и сердце, и массу тела проверяют, сопоставляют и кровь на сахар, и на холестерин. Буквально это все в одном месте. За 30 минут маму это все проходит. За 30 минут вот это все можно пройти. Да, это все по кругу за 30 минут проходится. Затем они идут со всеми своими данными и показателями к терапевту. И вместе с терапевтом разбирают свои болячки, свои какие-то показатели. И терапевт обращает внимание на то или иное. Бывает, что к эндокринологу нужно дополнительно записаться. Бывает, что с сердцем проблемы. Еще с какими-то сосудами очень много выявилось мамочек проблемы. И в дальнейшем в диагностическом центре мамы дополнительно, по дополнительным талонам будут проходить дальше обследование. Понятно. То есть единственное место, где сейчас могут мамочки обследоваться, это вот этот центр медицинской профилактики на Ползунова. Да. Плюс нам дали также от Министерства здравоохранения в диагностический центр талон гинеколога и талон на мамологическое обследование. Два таких специалиста, которые женщинам первично нужны. Ну, я знаю, что диспансеризация молодых мам, многодетных точнее, ну и молодых в том числе, я думаю, уже стартовала. Сколько женщин на сегодняшний день уже прошли обследование? У нас уже обследовалось больше 140 женщин. Это очень много. Это достаточное количество. Насколько активны они были? Ну, они очень активно записались. Очень активно записались. А очередь никакая там не возникла между ними, когда желающих было столько? Да, мы их разбили, поэтому мы их разбили на группы, чтобы было реально всем пройти. По 60 человек мы их отправляем, но там приходит немного больше. Кто-то приводит с собой ребенка и узнает, что и дети там могут пройти обследование. Сразу же ребенка своего проверяют. От 4 лет все детки могут провериться в этом центре. Вместе с мамочкой. И таким образом у нас еще есть порядка 60 человек для того, чтобы дальше продолжать обследование. А те мамы, которые уже прошли, ждут своих талонов к узким специалистам. Ну, 140 человек это уже много и в очереди на обследование, а сейчас 60. Еще есть, да. А какие первые результаты обследования? Радуют они или все-таки нет? Или уже есть огорчание? Из первого и со второго обследования человек 25 получили дополнительные рекомендации к дополнительным обследованиям. А какого рода рекомендации? К кому их направили? К эндокринологам несколько человек. Сердечко нужно проверить досконально нескольким людям. Кто-то сознание уже теряет. Да вы что? Да, есть такие сложности. Это сосуды. И доктор, терапевт, старший терапевт, я так поняла, Сергей Иванович, он очень тщательно все смотрит, все документы и обязательно пишет рекомендацию, что нужно еще вот это проверить, вот это проверить и вот это. Мы эти списки все подаем в Министерство здравоохранения. Ждем следующих талонов. Это уже в диагностический центр. Диагностический центр, да. Вот если после обследования, даже после того, как они пройдут в диагностическом центре дополнительное обследование, выявят какие-то еще проблемы со здоровьем, лечиться дальше мамочки эти многодетные, они будут самостоятельно или у вас уже дальше какой-то алгоритм предусмотрен? Если при поликлинике, в которой мама прикреплена по месту жительства, будет возможность прохождения и до обследований и лечения у узкого специалиста, то, значит, она будет просто сопровождена в поликлинику по месту жительства, но, скорее всего, по звонку. Так будет маме проще попадать к врачам уже по месту жительства. Если совсем ничего нет, есть поликлиники, в которых нет специалистов. Ну да, каких-то узких. Да, каких-то сильно там, ну, сосудистые хирурги не везде есть. Может быть, гематологи какие-то, если там с кровью какие-то проблемы. Да, может быть, гематологи какие-то, да. Ну, я надеюсь, что Министерство здравоохранения будет также нас сопровождать до полного, может быть, какого-то результата. Вы надеетесь или у вас есть точная какая-то договоренность? Я надеюсь, но у нас оговоренность на диагностику и сказали, что это первая ступенька, а дальше будет видно. Если что, я думаю, что вы будете настойчивы и дальше вам тоже уже помогут. Я надеюсь, что у нас будет дальнейший разговор. А как вообще мамочки отреагировали на вот эту идею и все ли охотно согласились прийти? Потому что, может быть, кто-то подумал, да и некогда, и пойду я когда-нибудь в другой раз, когда будет время. Ну, может быть, кто-то так и подумал, но первая партия мам показала, что это очень нужно. Они с радостью прошли это обследование. Вы где об этом вообще рассказали, прежде чем к вам люди пошли? Откуда они узнали об этом? А, я сказала, у нас есть чаты свои. Из чатов узнали. Есть группы. Есть в WhatsApp. Уже две группы наполняются по 250 человек. У нас 500 мамочек только в WhatsApp. Ничего себе. Да. А сколько у нас всего многодетных мамочек? 28 тысяч. Это в Барнауле или в Крае? В Крае. Это в Крае. Да, но у нас мамочки со всего Края. У нас есть из Ребрихи, есть из Косихи мамочки. Ну, это все вот в этой вашей организации общественной состоят. Да, все в нашей организации. Я поняла. И они охотно согласились? Охотно согласились и с радостью прошли. Такие отзывы, ну, просто восхищение. Что говорят? Ну, одна прям длинный такой отзыв написала мамочка. Я 42 года прожила, и меня первый раз так внимательно осмотрели врачи. Она такая счастливая. Я, говорит, столько много нового о себе узнала, о своем здоровье, как питаться, как себя вести. Там же еще рекомендации дают. А, там консультации какие-то дают. Да, консультации. Там еще обучающий момент. Там в этот раз женщинам рассказывали, как самообследовать грудь. Тоже очень важно. Да, на предмет разных онкологических, не дай бог, вещей. Психолог какой-то еще там работает, нет? Нет, психолога там нет пока. Ну, они привлекают еще специалистов, чтобы были какие-то такие консультации еще, мамочки. Как бы ликбез в сфере здравоохранения. В том числе, как кормить семью, как самой питаться, здоровый образ жизни. Чтобы не заболеть, я так понимаю. Чтобы не заболеть. А ребятишек каких-то обследовали уже? Да, детки были с детками. Приходили мамы, мы сразу же и деток туда отправляли. Мамы тоже счастливы, потому что у деток, как правило, все хорошо. Но просто хотя бы знать, что все хорошо. А детки там не мешают? Они чем там занимаются, когда они пришли? Нет, они не мешают. Там просто все идет по очереди. Там некогда никому мешать друг другу. Там просто зашли и сразу в руки попадаешь, как будто как водоворот такой. От одного к другому, к третьему. И так друг за другом они идут. Они практически даже не пересекаясь ходят, мамочки, из кабинета в кабинет. Вот я правильно понимаю, что это пока какая-то такая разовая акция? Или все-таки будет какое-то продолжение? Я думаю, что будет продолжение, потому что это получается на полпути. Ну, сказали маме, что у нее с сосудами проблемы. Ну, нет специалиста в своей поликлинике. Куда идти? Ну, конечно, если мама житель краевого центра, а краевая больница или краевая поликлиника – это же наше учреждение. Ну, зачастую городскому жителю сложно туда попадать. Я думаю, что при поддержке Министерства здравоохранения наши мамы получат помощь лучших врачей. А вот сейчас это какой-то период, с какого и по какое число будет длиться эта акция? Или она там, я не знаю, месяц, два? Нет, мы на этой неделе планируем, что последние записавшиеся мамы пройдут, и дальше мы начнем уже с талунами. Угу, дальше вы начнете. Да, индивидуально. Нет, вот я по поводу разовой акции. То есть вот сейчас этих мамочек обследуют, а если есть те, кто не обратился, то последствиями… Ну, кто не обратился, будем группу набирать. Последствия будете… По одному отправлять не будем. Какое количество человек, например, вам нужно набрать? Ну, 60 человек. 60 человек. Да, 60 человек, стандартная группа, на полдня работы нашему центру здоровья, и они комплексно получат эту помощь. Угу. Ну, вот вы уже сказали о том, что если женщина из краевого центра, то, конечно, ей попроще будет дальше, да? Ей попроще, да, чем дальше. На данном этапе диспансеризацию эту самую проходят многодетные мамы только Барнаула или… Ну, все, кто записывается из близ лежащего пригорода, это из Новоалтайска. Мамы приезжают, из Ребрихи мамы приезжали, из Благовещенки даже мама приехала. Ну, вот такие мамы, которые она знает, и у нас в сообществе, они постарались приехать. Из Заринска даже мама была, да. Ну, она самая активная мама, она также будет создавать общественную организацию, я ее обучаю этому, чтобы там на местах тоже были такие организации. Вот, я и хотела спросить, вот смотрите, из близ лежащих городов и районов обследуются, а если где-то живут далеко, когда присоединятся эти люди к остальным? Будет такая возможность? Мы с директором этого центра профилактики, с Татьяной Викторовной, поговорили о том, что у них есть выездная форма обследования. Да, я знаю. Да. И когда они будут куда-то выезжать, или мы согласуем график, и заранее я узнаю, или наоборот, мы специально запланируем это мероприятие с этим выездом, мы будем оповещать тех мам на местах через наше сообщество. А когда это вы планируете делать, например, уже задумали, в какой-то район поехать, нет? Про районы мы еще не думали, мы на этой неделе будем встречаться с Министерством соцзащиты, потому что когда едет этот центр, ему надо ехать куда-то. А где этих мам можно собрать? Вы будете обсуждать и уже наметите, когда это произойдет. Да, да, да. Это еще в планах обсуждается. Светлана, я так думаю, что сейчас люди нас увидели, да, кто не знал об этом, о диспансеризации. Куда им обратиться? Как-то вам позвонить, чтобы они тоже приняли участие? Можно позвонить на мой сотовый телефон для того, чтобы я включила в группу WhatsApp. А через эту группу узнаются все новости, потому что это не единственный наш проект. У нас работают юристы бесплатно для многодетных родителей по всему Алтайскому краю. Давайте телефончик, и нам уже пора прощаться. 8-905-980-80-57. Светлана Алексеевна. Светлана Алексеевна, спасибо вам большое. Спасибо, что вы к нам пришли. Удачи вашему проекту. Спасибо вам. А я напомню, что сегодня мы говорили со Светланой Литвиновой, председателем Краевой общественной организации «Много деток. Хорошо». Светлана Алексеевна.